Детское радио! Детское радио! Радио! Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Я пою» и я ее ведущая Татьяна Пархоменко. Мы в студии встречаемся каждое воскресенье в 17.00 и разговариваем со всеми девчонками и мальчишками, которые поют. И сегодня в гостях у нас потрясающие вокалисты, которые занимаются в театре песни «Фантазия» под руководством Магды Растамян. И у нас девчонки такие просто замечательные. Киселева Надежда, привет! Здравствуйте! Минина Валерия, здравствуй! Добрый вечер! И Тихонова Мария, Марусь, привет! Здравствуйте! Сегодня у нас будет много детей. Они будут одни уходить, другие приходить. Сегодня будет у нас очень жарко и весело. И, конечно же, у нас звездный гость, руководитель театра, потрясающий профессионал своего дела, художественный руководитель театра песни «Фантазия» Магда Растамян. Здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение? Ну, у нас хорошо. К Новому году готовы? Конечно! В этом году вашему театру песни исполняется 10 лет. Какие уже итоги, достижения, успехи? К чему пришли? В общем, что случилось хорошего? Ну, начинали мы с малого совсем. Нас было очень мало. Мы только пели. А сейчас мы и поем, и танцуем, и занимаемся актерским мастерством, мы играем на музыкальных инструментах, сочиняем песни, записываем эти песни, участвуем в фестивалях, концертах, периодически ездим во всякие поездки. Поменяли мы теперь базируемся на новом месте, более уютное для нас. Мы растем и развиваемся. У вас театр песни находится в Москве, чтобы вот все наши слушатели знали. Да, это Москва, да. Хорошо. Девочки, а у меня вопрос к вам. У вас какие дисциплины в вашем театре? Да, ребята приходят. Сначала у них уроки вокала. Также хореография и актерское мастерство. На актерском мастерстве мы ставим сценки, а на хореографию ставим очень крутые танцы. Здорово. Но в основном вы поете, все поют, да? В вашем театре все поют. А ты, Сама, Валер, поешь уже давно? Да, я пою очень давно, с шести лет. Ого, наверное, много конкурсов прошло, много фестивалей, всего много-много в жизни было, да? Да. Замечательно. А вот у меня вопрос к Надежде. Надь, что тебе больше нравится, ходить в театр песни «Фантазия» или ходить в школу? Мне больше нравится ходить в театр песни «Фантазия». А какой любимый у тебя там предмет? Мой любимый предмет – это вокал. То есть вокал все-таки, да? А кем, когда вырастешь, стать хочешь? Я хочу стать доктором. Будешь лечить детей? Да. Или взрослых? Детей буду лечить. А как вот ты начала, с чего ты вдруг придумала и подумала, что ты будешь петь? Мне очень нравилось петь, и я ходила, напевала мелодии. Меня мама решила отвести в театр песни «Фантазия». Замечательно. Ты, наверное, там уже давным-давно, да? Нет, только два года. Ну, это тоже срок. Марусь, а у меня к тебе такой вопрос. А в школе у тебя какие любимые, может быть, математика, предмет любимый, или русский, или что-то музыка? Чтение, математика и, конечно же, музыка. Ты поешь? Да. Ты в классе одна, которая? Нас двое. Двое? Марусь, а кто написал эту песню в такой зимний день, мы слушаем лето, кто ее написал? Ксюша Тёмкина. Здорово. А вы, вот я знаю, в вашем театре, как одна семья, вы вместе пишите песни, да? Вы вместе ставите номера, вместе придумываете костюмы, оформляете сцены. Даже я знаю, что у тебя мама тоже участвует в вашем творчестве, в вашей жизни, да? Да, она художница. А что она делает? Вот как мы можем выражать свое настроение в песнях, так она выражает свое настроение в картинах. И считает, что она может подарить зимой рассвет, а когда грустная осень, может подарить лучик солнца в картине. Да, я хочу сказать пару слов о наших родителях. О родителях они очень творческие, почти все. И нам очень помогают. Даже сегодня очень многие родители пришли поддержать наш эфир. Тихонова Ольга Викторовна, прекрасный художник. Одна из ее репродукций у меня в кабинете висит. Она член правления и председатель секции Московского союза художников. И, пользуясь случаем, я всех деток приглашаю 30 декабря на открытие выставки Ольги Тихоновой, которая состоится в ЦДХ. Я, кстати, принесла на студию детского радио приглашения, оставлю их здесь. И все детки, которые после нас придут к вам на эфиры, могут просто взять эти приглашения и сделать подарок себе предновогодний 30 декабря всей семьей сходить на выставку, которая называется «География путешествий». Девчонки, а у меня вопрос к вам. Какую вы музыку слушаете, когда дома находитесь, когда одни в комнате остаетесь? Что вы включаете с нами в себя? От чего балдеете? Вы давайте, ну, кто-нибудь. Маруся, Надя, Лера. Лер. Когда я одна дома и у меня хорошее настроение, я люблю слушать популярную музыку. Не знаю, например, Дима Билан, Сергей Зверев. Когда у меня плохое настроение или я получила там плохую оценку, мне может даже нравится и классика. А вот я хотела спросить у Нади, Надь, а ты на кого равняешься? Вот кого слушаешь и хочешь точно так же петь? Я вот хочу петь, как Пелагея. Мне очень нравится ее голос. Я стараюсь равняться на нее. Здорово. А чем ты еще занимаешься в жизни? Чем увлекаешься? Я увлекаюсь рисованием, плаванием, играю на фортепиано. К чему вы сейчас готовитесь? Вот к чему усилена у вас сейчас идет подготовка? В Новый год у нас будет мероприятие «Голубой огонек». Там мы будем танцевать, петь, ну, еще много чего делать. Так. И мы очень сильно стараемся, но на нас орут, но мы очень стараемся. Да? Преподаватели вас, в общем, держат в кулаке, да? Да. Ну, конечно, чтобы все получилось, нужно много трудиться, нужно стараться, нужно много заниматься. А когда у вас будет «Голубой огонек», а то мы тоже хотим прийти. 24 декабря. Так, хорошо, мы обязательно будем. Девочки, у нас теперь к вам вопрос следующий. У вас есть талисман? Лично у меня талисмана нет, мне хватает маминых объятий. У меня раньше был талисман, маленькая колбочка, а там были много разноцветных камушков. Ну, она сейчас разбилась, но, мне кажется, я сама в себе уверена. Нужно быть в себе уверена и добиваться цели. Угу, Марусь, спасибо. Надь, а ты? Мой талисман – это моя любимая плюшевая маленькая собачка. А ты всегда-всегда с ней? Да. На всех конкурсах, на всех фестивалях? Ну да. А на Новый год её возьмёшь с собой? Ну, если получится. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас готовитесь к вашему огоньку. Сложнее петь одному или в дуэте, или хором, в коллективе, группой? Вот как вы на это скажете? Что вы скажете? Мне проще петь одной, потому что я, если что, могу куда-то... Если я забыла движение, и мы договаривались идти вправо, я могу пойти влево, и от этого я никого не подставлю. Когда в группе, надо работать слаженно. Угу. Марусь, а тебе как удобнее петь? Мне кажется, вдвоём. Ну, если кто-то что-нибудь забыл, может, второй подтянуть, а первый, который забыл, подстроится под второго. Ну, если не танцевать, просто стоять на месте и петь. Ну, можно, допустим, если в хоре петь, можно же и где-то забыть слова, а всё равно все за тебя споют, да? Или всё-таки одному. Нет, ну, если ты случайно забыл слова, ну, или дыхание взял не там, можно другого подтянуть. Да. В дуэте петь легче, да, Марусь? Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях театр песни «Фантазия» под руководством Магды Растамян. И к нам присоединились новые ребята, которые вот только-только зашли к нам в студию. Это Герасимова Мария, привет. Здравствуйте. Это Горенкова Екатерина, здравствуй. Здравствуйте. Ага. И Латис Юра. Всем привет. Здорово. Мы очень рады вас видеть. Ребят, как у вас настроение? Подарки к новому вы накупили уже мамам, папам, бабушкам? Да. Или пока нет? Да? Уже готово все? Все готово. А елку дома нарядили? Угу. Еще не до конца. Так, ну надо до конца уже, потому что, видите, какая студия уже красивая. Те, кто не видят, но слышат, мы вам хотим сказать, что у нас очень красивая, нарядная сейчас студия новогодняя. Ребят, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот с чего началось все? Как вы начали петь? Юр, давай с тебя. У меня все началось с того, что однажды лет, осенью-осенью в школе меня позвали в актовый зал, и там меня прослушала Магда Григорьевна. Сказали, что у меня очень хорошие вокальные данные, и позвали в театр песни «Фантазия». Так, а у девчонок, Маша, у тебя как все началось? Ну, я смотрела программу «Голос» и попросила маму, чтобы она меня отвела, и мама меня отвела в театр песни «Фантазия». А ты давно уже поешь? Ну... Ты такая маленькая, тебе 7 лет всего. Ну, да, давно. Давно поешь? Сколько? Два года? Вся жизнь, скажи, Маша, как родилась, так прямо и пою. Всю жизнь поешь, да? Да. А вот, наверное, всякие концерты, фестивали, то вот голубые огоньки. А успеваешь играть в игрушки? Ну, да, вечером приходила играть. А какая у тебя любимая игрушка? Это, ну, Барби. Барби любишь, да? Ну, Деду Морозу уже написала, что нужно тебе под елочкой. Есть уже, да, такое письмецо? Замечательно. Ребята, скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Вот, помимо вокала, вы много поете, молодцы. А чем еще занимаетесь в жизни? Кать, ну, давай с тебя. Я занимаюсь плаванием, английским языком, изо и лепкой. Изо, а это значит рисование? А какой у тебя любимый цвет? Это у меня все любимые цвета. Прям все, все, все. А есть какой-то вот один любимый? Самый любимый – это желтый. Я почему-то так и подумала. А если бы, например, ты спела нотку, например, ля, в какой бы ты цвет ее раскрасила? В желтый. В желтый. Ля у всех теперь в желтый. Потому что у меня тоже была как-то знакомая, которая пела, девочка, она именно вот ля, когда пела, она говорила, что я бы раскрасила ее в желтый цвет. Хорошо. Юр, а ты чем еще занимаешься? Помимо вокала я самым первым спортом начал заниматься футболом. Да ты что! Ты футболист. Да. Изначально я ходил в секцию янтаря. У нас в Трагино есть такое заведение, где плавание, футбол, хоккей, фигурное катание и баскетбол. Там я много тренировался, на тренировки ходил. После футбола я стал ходить на плавание. После плавания мне так понравилось морское дело, что я стал ходить в клуб юных моряков. После юных моряков у меня больше ничего не появилось. Только пение и все. Ну а когда ты занимался всеми вот этими видами спорта, ты пел или не пел, потом только пришел в пение? Ну перед пением, перед пением именно был футбол. После футбола я только попал на пение. А после пения... То есть ты бывший спортсмен, а сейчас ты артист. А какой у тебя любимый футболист? У меня их два. Леонель Месси и Кристиан Роналду. Угу, здорово. Хорошо, а у меня вопрос вот к нашей маленькой малышке Герасимовой Маше. Маш, а ты чем еще занимаешься? Я занимаюсь танцами, ну, хлебкой и зо. А мультики смотришь? Ну да. А какой у тебя любимый мультик? Зоушка. Я когда вырасту, хочу стать золушкой. Да ты что? И чтобы все твои мечты сбылись, как сказки, да? Да. Ребят, скажите, пожалуйста, вот у вас случались когда-нибудь, когда вы пели на концертах или на конкурсах, курьезные случаи? Смешные? Смешные, да. У меня были. А ну-ка, расскажите. Кать. Ну, у меня была песня «Кашка», и мы не могли подобрать кастрюлю. Потом мы поехали к тете Тане, и она... Подожди, подожди, кастрюлю. Так кастрюлю можно найти дома у бабушки, у мамы на кухне? Ну, у нас не было большой кастрюли. А, нужна была огромная кастрюля. Да, это уже да. Мы поехали к тете Тане. У нее были кастрюли, и мы выбрали одну. Так, нашли все-таки большую кастрюлю? Получился номер? Получился. Это хорошо. Юра, а у тебя какой был полезный случай? У меня было два. На репетиции и на концерте. На репетиции, это было в прошлом году, когда маленькие дети репетировали песню, некоторые не пришли на репетицию, на большую сцену, и мне пришлось за кого-то с ними танцевать и петь. Угу. Чуть-чуть. Угу. И пришлось за ними ходить. А на концерте, помню, когда Магда Григорьевна произносила свою речь, я увидел красную кнопочку, как во всех мультиках, мне захочелось на нее нажать. Я нажал, и с дымом, машины для искусственного дыма, куча дыма понеслась. Так, и что, всех сдуло дымом? Нет, почти никто не заметил из-за света, из-за прожекторов. Так, хорошо, интересно. А я вот хотела спросить еще у нашей малышки, у Маши. Маш, у тебя был какой-нибудь случай? Ну, да. Мы вот на одной песне одевали зеленые парики, и они так пахли. Плохо? Да. Вот это точно курьезный случай. А чьи были-то они? Парики выбрали где-то? Ну, да. Поэтому вот вывод отсюда. Нужно иметь парики свои, да? Да. Все костюмы. А костюмы вы себе сами шьете, сами придумываете? Мы, я лично, нахожу в гардеробе что-нибудь новое и покупаю себе на концерты. А кто вот работает над образом у вас в студии, в школе? Стилисты или родители, или преподаватель? Может быть, Магда ответит? Ну, с нами работают портнихи, которые приходят к нам, мы им говорим, показываем песню, говорим, что мы хотим из этой песни, чтобы нам было удобно двигаться, во-первых, в циническом костюме. Это очень важно. Ну и смотря какая песня, на нас шут костюмы. Либо сейчас много есть возможностей просто заказать тот или иной костюм на интернет-порталах. А кто работает над репертуаром, что петь детям? Потому что сейчас очень сложно. Много песен взрослых, которые поют дети, они даже не понимают, о чем они поют. И вот от руководителя очень многое зависит, что будут петь дети. Кто у вас это? Родители или сами дети что-то изъявляют желание спеть? Или вы сами? Ну вот смотрите, самое главное, один из девизов у нас в театре, дети должны оставаться детьми. Я не приемлю, когда ребенок поет детские песни, не понимая, как вы говорите, о чем он вообще поет. Поэтому мы стараемся под каждого ребенка, под каждого ребенка найти песню, чтобы она подходила ему по характеру. Не только голосово, но и по характеру. Образно, чтобы эта песня легла на ребенка. Мы собираемся с преподавателями, обсуждаем, какую ту или иную песню можно взять. И плюс, конечно, Юра, подтвердишь, что можно прийти к педагогу и сказать, Анна Евгеньевна, я хочу взять вот эту песню. Можно так сделать, как думаешь? Можно, я так буду, скорее всего, делать. Обязательно, я тебе советую так сделать. На следующий год буду делать. Да. Юра, а что ты слушаешь дома? Какую музыку слушаешь? Ну, более такую современную, которая мне больше нравится, которая чуть выше моего возраста, ну, на год. И слушаю ее. На год. Это какую на год? Ну, к примеру. Ну, которая чуть старше. Ну, не старше, а которая для более старших. А какой твои любимые станете? 21 Pilots. О, здорово. Вот аж ты голос с Магдой редко слышим, да? Скажи, пожалуйста, а классическую музыку ты слушаешь? Ну, да. А кого любишь из классиков больше? Вот я люблю Шопейна. Это вы такой сложный вопрос задали. Он классической музыкой только начинай, начал заниматься, да? Он же у нас еще и гитарист, Юр. Да. А что молчишь? Почему молчишь, что ты гитарой занимаешься? У нас Катя Гринкова пианистка, Маруся тоже пианистка. Они все у нас играют на музыкальных инструментах. Правда, Маруся с Катей перестали играть. А вот и спросим, а почему? Ну, они наверняка обязательно будут играть. Они не будут бросать инструмент, потому что певцу это очень важно. Знаете об этом? Вот так у нас сегодня весело в программе «Я пою». К нам присоединились еще одни воспитанницы театра песни «Фантазия». Это Глазкова Катя. Привет. Здравствуйте. И Самцова Настя. Привет. Здравствуйте. Ну что, девочки, мы сегодня еще не говорили о том, как вы следите за гигиеной голоса, вот как вы делаете так, чтобы у вас всегда ваш вокальный аппарат был в действии, то есть не болело горло, не садились связки, чтобы вы всегда звучали, всегда и везде классно. Что вы предпринимаете? Ну, наверное, не кричите, да? Это первое. Да, мы не кричим на морозе и не едим семечки. Так, хорошо. А еще что? Спите, наверное, много обязательно. Вокалисту надо спать, да? Да. Так, еще что? Ну, давайте, давайте, давайте. Пьем газировку. Холодное пьете? Нет. Давайте всем вокалистам скажем, кто нас сейчас слушает, чего нельзя делать. Давай, Кать. Перед концертом нельзя пить газировку, употреблять сладкое, и также всегда нельзя кричать на морозе. Так, а Настя что еще скажет? То, что нельзя много есть сладкого, а перец. Хорошо. Девочки, а как вы расправляетесь с волнением? Вот наверняка у вас волнение перед концертом. Меня поддерживает моя мама, мой брат, ну, в общем-то, моя семья. Они мне желают удачи перед выступлением, обнимают меня. Я себя успокаиваю и душу глубоко. Я себя щипаю просто. Щипаешь? Как замечательно. А может, какой-то вдох, выдох, теплое молоко? Нет, такого нету? У вас такие замечательные, Магда, ребята. Замечательно очень звучат, хорошо поют, очень органичные. К вам всегда можно прийти в студию или только вот в сентябре набор? К нам всегда можно прийти в студию на прослушивание. И, пользуясь случаем, скажу, что мы сейчас находимся на новом месте, на улице Маршала Катукова. И огромное спасибо директору клуба «Современник». Это молодой и энергичный Роман Питько. Не просто директор, он еще и чемпион мира России по нескольким видам спорта, муниципальный депутат района Строги. Но вот он очень тонко понимает, что нужно современным деткам и умело развивать направления, соответствующие молодежным тенденциям. Поэтому у нас есть сайт «Театр Фантазии», «Театр Песни-фантазии.ру». Заходите, звоните, приходите. Да, и будет у вас весело, здорово. И тут действительно будет замечательное настроение, да, девочки? Да. А вы как встречаете Новый год? Как будете встречать? С веселым настроением. Так, настроением. Может быть, куда-то уезжаете или дома? Какие у вас традиции? Я уезжаю к тете Тане, потом я еще не расшила, поеду с папой в другую страну или останусь с мамой еще на несколько дней у тети Тани. Ага, все у нас, и кастрюля у тети Тани. Все с тетей Таней. Давай тете Тане передадим привет. Привет, тетя Тань, да. Настя, скажи, пожалуйста, а ты как будешь Новый год встречать? Я поеду в деревню, и там будет большая, огромная елка. Но ты давно уже занимаешься вокалом? Да. Сколько уже лет ты занимаешься? Ну, наверное, года три, да? Да. А что любишь еще в жизни? В жизни я люблю плавать в бассейне. А читать? Читать. А кино смотреть, да? Да. Ребят, давайте пожелаем всем ребятам, которые поют, что вы бы сказали им. Сейчас вас слышит вся страна. Девочки, давай. Я бы сейчас хотела поздравить мою бабушку с днем рождения. Я ей желаю счастья, здоровья и много-много денег. О, хорошая. А почему вдруг бабушку? Какое-то событие, Катя? Да, у нее день рождения. Отлично. Поздравляем с днем рождения, бабушка. А всем вокалистам, которые нас слушают, что скажете, Настя, что ты скажешь? Я желаю им удачи, чтобы они добивали свои цели. Катя, ты что скажешь? Я желаю, чтобы они хорошо пели всегда. Магда, а вы что скажете? Будьте здоровы, это самое главное в жизни, здоровы. И любите друг друга. Любите друг друга. Будьте всегда с нами. Пусть у вас будет всегда хорошее настроение. С вами была Татьяна Пархоменко. Пока. Детское радио. Детское радио. Радио.